Здравствуйте! Это программа Город ТЭС и я Елена Чернявская. Участковых часто называют универсалами своего дела, ведь им приходится лично заниматься сразу всем и вести документацию, и составлять протоколы, расследовать дела и раскрывать преступления. И, конечно, выполнять самую главную часть работы – общаться с жителями, поддерживать их и оказывать помощь в защите их прав на неприкосновенность, собственности, свободы и жизни. А тот, кто работает с населением, несомненно, должен быть очень тонким психологом, умеющим найти подход к любому человеку, поговорить и с пожилыми людьми, и с молодежью, так сказать, быть народным участковым. Ежегодно на территории Российской Федерации проводится конкурс «Народный участковый». И вот сегодня эта тема нашей программы я с удовольствием представляю гостей в студии. Виталий Михайлин – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2023» участкового полномоченной полиции отдела полиции по Кировскому району управления МВД России по городу Самарь и Константин Кирюшкин – заместитель начальника отдела участковых и полномоченных полиции по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу Самарь. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Да, ну что же, для начала, наверное, примите поздравления с победой. Очень такой замечательный конкурс, на мой взгляд, и замечательно, что он проводится как раз в преддверии профессионального праздника. Константин, расскажите, пожалуйста, сколько всего участвовало участковых от нашего города, и, ну, вообще, как происходил отборочный тур, вот об этом, обо всем все очень интересно. Ну, Всероссийский конкурс МВД России «Народные участковые» – это масштабная акция, которая направлена на формирование общественного позитивного мнения на деятельности участковых и полномоченных полиции. Всего в 2023 году от отделов полиции города Самары участвовало семь кандидатов в конкурсе «Народные участковые». Конкурс проходил в три этапа. Первый этап голосования проходил в сентябре месяце. В этом этапе конкурсантов, которые вышли во второй тур, было всего два. Это участковые полномоченные полиции по Кировскому району и Куйбышскому району. Второй этап регионального голосования прошел в период с 7 октября по 16 октября, и по результатам голосования был выбран лучший участковый Михаил Виталий Вячеславович. Третий этап голосования будет всероссийским федеральным. Пройдет с 1 ноября по 10 октября. Для участия в голосовании, все участники голосования могут ознакомиться с анкетами участников на сайте Главного управления ВВД России по Самарской области. В анкетах отражена вся информация об участковых, вплоть до размеров административных участков, обслуживания дома, в профессиональной деятельности, о результатах работы, о личных качествах сотрудника. То есть можно ознакомиться, ну и соответственно отдать свой голос. Ну что же, Виталий, вы победитель, вот сейчас на данном этапе. Расскажите, пожалуйста, впервые ли вы принимали участие в этом конкурсе, ну и собственно самое главное, почему вы решили стать его участником? Ну да, я впервые принимал участие в данном конкурсе. Ранее два года подряд наш территориальный орган, это отдел полиции по Кировскому району, занимал первые места. И так как вы сказали, то что, правильно сказали, что в этом году 17 ноября исполняется 100 лет нашей службы, участковых полномочий полиции, так сказать, юбилей. Поэтому я решил в этом году принять участие в данном конкурсе и, как видите, победил. Я считаю, заслуженно. Да, почему? А потому что граждане видят работу участкового полномочия полиции. Мы всегда с гражданами, понимаете, на связи. Мы открыты для диалога с гражданами, потому что если мы не поможем, то кто же тогда будет помогать гражданам? Да, не могу с вами не согласиться. Но мы сейчас с вами обязательно продолжим. Константин, а у меня вот к вам такой вопрос. Расскажите немножечко о себе, как давно вы служите в полиции. Ну и вы ведь тоже работали участковым когда-то, да? Начинали вот с этого. Понимаете, знаете, как говорится, внутреннюю кухню и знаете, заслуженно ли Виталий получил свою награду, победил? Ну, я работаю в полиции с 2013 года. Десять лет? Практически, да. Начинал службу в отделе полиции по промышленному району. В должности участкового, полномоченного полиции. Также хочу отметить, что в 2018 году я также участвовал в конкурсе народным участковым, который также по городу. Единственная моя заслуга то, что как бы занял первое место среди участковых также в этом конкурсе. Но на региональный уровень, к сожалению, мне не удалось попасть, так как там нашлось более достойного кандидата. И сейчас продолжаете свою работу? Продолжаю свою работу, да, уже в должности заместитель начальника отдела участковых, полномоченных полиции управления ВДРС по городу Самаре. Достойно трудитесь? Достойно трудитесь. Виталий, расскажите, а как отреагировала ваша семья на победу в конкурсе? Поддерживали ли вас? Волновались за вас? Моя семья была очень рада тому, что я победил региональный этап конкурса народного участкового. Они меня поддерживали на всех этапах, то есть на первом этапе, на втором этапе, и я думаю, на третьем этапе они также меня будут поддерживать. Также меня поддерживали мои родственники, близкие друзья, коллеги по службе, граждане, которые живут непосредственно в моем административном участке. И после победы, то есть было очень много смс, что да, я вас поздравляю, вы заслуженно победили. Вот это было очень приятно слышать. Ну, конечно, безусловно. Ну, а давайте традиционный вопрос вам тоже задам. Скажите, почему вы решили стать участковым? Ну, может быть, у вас до этого был опыт службы уже в других отделах? Ну, с детства я всегда хотел помогать гражданам и раскрывать преступления. Поэтому я решил поступить в Самарский областной лице интернат милиции. После его окончания я пошел работать во ВНИЗ на охранную полицию по Кировскому району города Самара также. Отработав в этой организации пять лет, так как эта работа была живая, с людьми, мы постоянно общались с гражданами, помогали, раскрывали преступления, пресекали административные правонарушения. Вот. И я решил пойти дальше по кореневарной лестнице в службу и решил пойти в службу участковых полномочных полиции по Кировскому району, где я сейчас служу на данный момент тоже старшего участкового по сей день. Константин, расскажите, пожалуйста, вот о своей непосредственной ежедневной работе. Что входит в обязанности участкового? Участкового входит в обязанности. В основном это профилактическая работа с гражданами. В основном, как один из критериев, это граждане неблагополучные, дебоширы, ранее судимые, стоящие на учете. Также лица, владеющие огнестрельным оружием, такие как охотники. Проводят профилактическую работу с гражданами, ранее судимыми, с целью недопущения странных дальнейших преступлений и противоправных действий. Также в отношении граждан, которые совершили тяжкие преступления, но уже были освобождены из межрешения свободы, в отношении них устанавливается административный надзор и административные ограничения, несоблюдение которых также влечет в отношении них как административную ответственность, так и уголовную. Ну вот я в начале программы, если вы заметили, сказала, что нужно быть очень тонким психологом. Ведь все люди разные, и каждому нужно найти индивидуальный подход, особенно если лицо, к примеру, было ранее судимым. Скажите, а вот как вы находите подход к таким людям? И может помните свое первое дело, которое благополучно разрешилось благодаря вашим профессиональным качествам? Ну, одно из дел, это у меня на административном участке, когда я работал в промышленном районе, был совершен грабеж. Мы когда проводили квартирный обход, я вот непосредственно общался с гражданами. От один из жителей после общения, он, как бы, после нашей беседы направился в магазин. После этого он, как бы, совершил преступление, украл продукцию из магазина. По приметам, соответственно, по приметам, и по видеозаписи я сразу же определил, что это с гражданин, я с ним, потому что общался буквально час назад. И в последующем гражданин, наверное, был задержан и доставлен в отдел полиции, да, и преступление раскрыто. Виталий, скажите, а вот что для вас победа в этом конкурсе? Что вот она лично для вас, значит? Ну, для меня, значит, это то, что уважение среди граждан, потому что это же конкурс выбирать граждан тебя. Значит, если меня выбрали граждан, значит, граждан видят мою работу. О том, что я помогаю гражданам, и поэтому они меня выбрали. И для меня это, значит, как бы признание. Да. Вы знаете, у нас есть сюжет, где герой именно вы, и я предлагаю его посмотреть. Светлана Калдашова снимала его. Участкового полиции Виталия Михайлина в лицо знают не только сослуживцы, но и многие жители микрорайона, где он работает. А это участок, где проживают почти три с половиной тысячи человек. Веренная ему территория – спальный район города. Для жителей здесь важны тишина и покой. Ну, у нас были жалобы на соседей. Хулиганили очень долго. Очень долго хулиганили. Мы ничего с соседями сделать не могли. Написали заявление. Я пошла, обратилась к участковому. Все, тут же приехали, прям тут же приехали, поговорили. Вообще, прям вот красота, тишина и покой стал. Вот. Вот так мы познакомились. Виталий Михайлин решил стать участковым, потому что захотел помогать людям. В обязанности офицера входят пресечение уголовных преступлений и административных правонарушений, беседа с гражданами и надзор за освободившимися из мест лишения свободы. Так как мы работаем с людьми, которые осуждены и вышли с места лишения свободы, данные лица встают к нам на административный контроль. После этого мы с ними проводим всякие разные беседы и направляем на путь истинный, помогаем с работой и тому подобное. Виталий Михайлин решил принять участие в конкурсе «Народный участковый МВД России». Сначала выиграл районный, а затем и региональный этапы конкурса. Первое ощущение – это были радости. Хочу сказать спасибо гражданам, которые меня поддержали. Значит, то, что граждане меня поддержали, они видят мою работу. За это хочу их поблагодарить. Буду дальше стремиться к определенным высотам, также помогать людям. Теперь Виталию Михайлину предстоит участвовать в третьем федеральном этапе конкурса и побороться за звание лучшего участкового страны. Конкурс «Народный участковый МВД России» – это масштабная акция, которая призвана повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции. Проголосовать за Виталия Михайлина можно с 1 по 10 ноября. Продолжаем наш разговор. Виталий, к вам вопрос. Скажите, а вот самое первое обращение вы свое помните? И смогли ли вы разрешить ситуацию? Ну, конечно, помню свое первое обращение. Заступил на службу, получил материал проверки. Это было нарушение режима тишины в ночное время в новоквартирном доме. Выйдя на адрес, я просил свидетелей, очевидцев произошедшего, которые пояснили, что да, действительно, гражданин в соседней квартире нарушал режим тишины. С этим гражданином была проведена беседа, то, что он шумел в ночное время о недопущении антиобщественного поведения. И после чего материал проверки был направлен в администрацию Кировского района по подведности для привлечения гражданина к административной ответственности. Далее, через какое-то время на своем административном участке при его обходе я встретил граждан, которые ко мне обращались. Они пояснили, что после нашей работы совместной с коллегами более нарушений общественного порядка с данного адреса допущено не было. И ко мне они более за помощью не обращались, поблагодарили, сказали спасибо, что вы есть. Ну, а как вы общаетесь с людьми? Расскажите жестко это, либо все-таки доброжелательно, стараясь по-хорошему донести, что не нужно нарушать закон. Либо есть какие-то свои профессиональные у вас, я не знаю, секреты, которыми вы пользуетесь и тем самым добиваетесь успеха? Вы правильно сказали, то, что сотрудник полиции, он является психологом. И каждому гражданину, каждому человеку у нас есть свой подход. По людям мы все равно по роду своей деятельности сталкиваемся и видим. Это если вы знакомы. А вот если первый раз перед вами стоит человек, видно не асоциальной личности, что делать? В ходе беседы мы же с ним разговариваем, он же с нами беседует, и какие-то слова и ключики мы к нему подбираем, то есть чтобы донести правильность его выбора решения, либо позиции, либо нет. И после чего уже помогаем гражданину встать на путь истины, как говорится, чтобы он более не нарушил общественный порядок и тому подобное, чтобы на него не поступали обращения, жалобы, заявления от граждан, либо он не проявлял никакого интереса к этому виду деятельности, которая противоречит нашему действующему законодательству. Константин, а вот бывало ли такое в вашей практике, например, когда гражданин проявляет агрессию? Ну вот видно прям реально угроза, ну не жизни, ну вдруг здоровью, да? Что тогда делать в этих случаях? Приходится ли вам применять оружие? В основном стараемся не применять оружие, а именно убедить данного человека, чтобы он успокоился, вел себя корректно, соответственно, пытаемся сперва доброжелательно с ним общаться. В основном, в большинстве случаев, как бы граждане успокаиваются и уже начинают вести себя более корректно и до крайних мер не доводят. Здоровая нервная система должна быть у участковых как минимум, чтобы вести так же себя спокойно. Вот были случаи, когда, ну вот действительно прям вот нервничали на службе? Виталий или Константин? Разные случаи бывают, понимаете? Но мы же понимаем, что мы все носим погоны, что мы служим народу и служим закону, что как мы можем перешагнуть за эту черту. И поэтому как бы в основном знании мы все равно понимаем о том, что мы поставлены, чтобы охранять граждан, а не наоборот. Поэтому здравый смысл он всегда преобладает. Согласен с коллегой? Конечно, согласен. Почему? Я правильно вам сказал. Ну, потому что, ну, действительно мы носим погоны, мы свою работу строим в соответствии с законом, с законом о полиции, который мы ни в коем случае не должны нарушать. Вот срок обязанностей участкового, конечно, обширный. Как мы сегодня говорим в нашей программе, это и обход территории, знакомство с жильцами, конечно, изучение контингента, проживающего на участке. Скажите, кто вам помогает, Виталий, да, это к вам вопрос. Может быть, есть какой-то общественный актив? Ну, вот смотрите, наша должностная обязанность входит в каждодневное осуществление патрулирования административного участка. Вот, при патрулировании административного участка... А сколько это домов, какая-то территория, чтобы, ну, вот просто представлять нам скидку? Сколько километров в день вы проходите? В день? Ну, более четырех, а то и семь, а то и десять, там, в зависимости от того, на какой нам адрес надо добраться. Вот, и при патрулировании административного участка мы постоянно общаемся с гражданами. То есть, граждане в основном это старшие по домам, старшие по подъездам, председатели ТОСа, местные депутаты, кто у нас тоже работает на нашей территории. От них мы получаем значимую информацию для нас оперативную. И после чего, ну, начинаем помогать гражданам, людям, чтобы люди видели нашу работу. Вот, поэтому, как бы, каждодневное общение с гражданами, кто действительно нам помогает, что вот в этой квартире живет такой-то гражданин, он там приметит нам тем-то, тем-то, тем-то. Мы уже для себя ставим галочку, ага, здесь вот тот-вот, тот-вот, и чтобы знать, кто у нас проживает на своем так же административном участке, чтобы знать и понимать, что делать в дальнейшем. Ну, вот, сообщение о происшествиях, ну, по крайней мере, вот, как я понимаю, как мне известно, приходит дежурную часть. Опять же, если когда нарушение режима тишины, а это уже далеко за полночь. Скажите, вот, вы как об этом узнаете, как реагируете? Ну, смотрите, у нас в участковых полномочных полиции есть график внесения службы. Так. Вот, мы работаем до 10, до 22.00. Вот, после чего выезжают сотрудники дежурной части, собирают первоначальный материал, и далее мы по данным, ну, получая его, то есть утром от руководителя. И уже отрабатываете, да? Мы принимаем по нему решение, есть в данном случае состав административного правонарушения, либо нет. И уже в дальнейшем определяемся. Да. Константин, расскажите, а какие категории граждан находятся под вашим пристальным вниманием, именно пристальным, постоянным? Это семейные дебоширы, пристальные вниманием лица ранее судимые, лица, состоящие под административным надзором, формально подпадающие под надзор, лица условно осужденные, условно досрочно освобожденные, лица, употребляющие алкоголь и наркотические вещества, состоящие на учете в медицинских учреждениях. Как ведется с ними работа и какая работа с ними ведется? В основном с ними ведется профилактическая работа. А в чем она состоит? Выход по месту их проживания, беседа профилактическая, опрос, беседа с соседями, с кем он проживает, чтобы выяснить его поведение. И в дальнейшем уже, если у него антиобщественное поведение, соответственно, к нему уже могут быть приняты соответствующие меры. Вы сказали, как еще раз повторите, антиобщественное поведение, очень интересная такая фраза. Скажите, а вот если, ну к примеру, как вы сказали, соседи дебошира постоянно нарушают общественный порядок, мешают буквально жить и медно сосуществовать соседям, какие административные санкции таким людям предусмотрены? Ну вот, допустим, раз, пожалуй, или соседи, два, три, до бесконечности это же продолжаться не может. Это вот чисто такая информативная. Это все зависит от ситуации. Если они скандалят постоянно, то, соответственно, применяется закон о тишине. Если они скандалят в подъезде с применением ненормативной лексики, соответственно, то уже может примениться как за мелкое хулиганство. Именно это все индивидуальный подход к каждому. И, соответственно, уже мы действуем в соответствии с детическим взгододателем. В рамках, да, в рамках действующего закона. Виталий, скажите, а приходили ли вам родители подростков, ну вот с целью, может быть, повлиять на плохое поведение? Ну вот, к примеру, школьник ушел из дома или перестал выходить на связь. Вот такие случаи бывали? И вообще, какую работу вы проводите с подрастающим поколением? Ну, смотрите, да, бывали и такие случаи. То есть, в весенний период времени в этом году к нам обратился гражданин с просьбой о помощи родственников ребенка. Он с ним пошел в поликлинику, зайдя в поликлинику, вышел через минуту, а ребенок пропал. То есть, мы составили ориентировку и с коллегами начали отрабатывать уже ближайшие придворовые территории поликлиники. И через какое-то время, то есть, мы данного ребенка нашли и уже вернули его отцу в целости и безопасности, он был невредим, то есть, все было хорошо. Поэтому, да, такие заявления у нас поступают, и мы стараемся оперативно реагировать на них, потому что, как бы, все, что связано с детьми, это наше будущее, вот, и мы должны им помогать. А вот были ли какие-то, Константин, у вас, в вашей практике, ну, совсем неожиданные обращения и случаи? Ну, конечно, были всякого рода обращения, но один из примеров обращалась женщина, которая периодически видит невидимые лучи, соответственно, ну, мы понимаем, что это за женщина, и, ну, как полицейские, также должны ей помочь. А, то есть, вы сейчас имеете в виду какие-то психологические отклонения? Ну, у всех людей разное бывает, и, соответственно, мы также уделяем данной гражданке гражданам внимание, пытаемся всякого рода оказать им помощь. Содействие, может быть, здесь в данном случае какое-то? Содействие, даже, ну, как на моей практике, мы вешали металлическую фольгу над ее, там, под ее квартирой, над дверью ее квартиры, вот, ну, на некоторое время... Человек отвлекался. Человек отвлекался и считал, что это ей помогает. — Скажите, а вот с какими вам абсолютно, вот, слушая вас, я так понимаю, что абсолютно с любыми проблемами, ну, бытового криминального характера обращаются к вам, с какими проблемами к вам нельзя обратиться, Константин? — К нам обратиться можно со всеми проблемами. Мы обязаны, как полиция... — Отреагировать как минимум, да? — Мы обязаны на все сообщения отреагировать для каждого. Каждый гражданин имеет право написать заявление, которое будет в последующем рассмотрено. — Вот, кстати, да, Виталий, давайте поговорим по поводу как раз обращений. Они пишут к вам в стандартной письменной форме, либо также можно подать, либо через госуслуги, либо онлайн. Вот как вы отрабатываете обращения граждан? Лучше, удобнее, безопаснее? — Ну, смотрите, обращение к нам поступает либо через дежурную часть нашего территориального органа, вот, либо через сайт главного управления Министерства внутренних дел Самарской области, где каждый гражданин, не выходя из дома, может описать свою проблему, либо жалобу, либо еще что-то, либо заявление о привлечении к административной ответственности и тому подобное, вплоть до того, чтобы подтвердить факт про его проживание. — Вот, и поэтому, как бы, для меня неважно. Через сайт главного управления он написал нам, к нам обратился, либо пришел лично ко мне на прием, либо через дежурную часть. Моя задача помочь гражданину в том, чтобы он был доволен и счастлив. Мы проживаем на моей территории. — Ну, кстати, а все ли обращения имеют под собой реальную основу? Сейчас вспоминаю, там, различные фильмы и так далее. Обращаются ли, может быть, с какими-то фейковыми или липовыми обращениями? Ну, подростки, грубо говоря, хулиганят. Вот как вы здесь различаете грань настоящего или фальшивого? — Ну, смотрите, мы же все коллеги, да, и мы работаем не первый день. Исходя из заявления гражданина, мы сразу видим, где помощь гражданину нужна безотлагательно, а где это фейк. И там мы уже принимаем соответствующее решение. — Но вот за такие деяния ведь тоже предусмотрена ответственность? — За каждое деяние у нас предусмотрена ответственность. — На сегодняшний день, а также еще одна из актуальных тем, которую я, кстати, с вашими коллегами постоянно обсуждаю на эфире — это мошеннические действия в отношении пенсионеров. Расскажите, пожалуйста, вот были ли к вам такие обращения? Если да, какую помощь вы оказываете? А может быть, есть и положительные решения таких дел? — Смотрите, к нам постоянно обращаются пенсионеры о том, что им звонят неизвестные лица, представляют сотрудниками полиции, представителям банка и всех других организаций, и просят продиктовать на передней стороне номер карты и взади. То есть мы всем гражданам объясняем о том, что третьим лицам рассказывать эту информацию запрещено, что если вам там сказали о том, что вам нужно прийти в какой-то банк, никуда не надо ходить. Можно позвонить, либо позвонить 112, зафиксировать данный факт, привет сотрудники полиции, и все объяснят, по полочкам разложат, как быть в данной ситуации. А также, обходя свой административный участок, каждый участковый полномочий полиции расклеивает объявления о недопущении мошенничества при дворовых территориях, подъездах, школах, больницах, во всех государственных учреждениях, магазинах, супермаркетах и тому подобное, чтобы люди видели о том, как не стать жертвой мошенничества. Ну, про обратную сторону карты, вот про эти три, три, четыре, да, три цифры, но это, мне кажется, знают от мал до велика, пионер, пенсионер. Но мошенники-то не стоят на месте, и очень много таких сейчас изощренных способов обмана пенсионеров, в том числе, и каждый день об этом говорят, и на телевидении, и в газетах, и в интернете, везде буквально, и все равно каждый день статистика пополняется новыми цифрами. Мы сегодня обманули пенсионерку, сегодня попался молодой человек, и цифры, вы знаете, меня просто поражают, 500 миллион, 3 миллиона люди переводят. Но вот, тем не менее, в этом и должна состоять ваша, может быть, даже ежедневная работа. Тем не менее, еще как вы общаетесь, особенно с пенсионерами, которые, ну вот, действительно являются незащищенными слоями населения, тем более, если они одинокие, нет ни детей, ни внуков. Константин, к вам вопрос. Ну, в основном, в своей деятельности, у чеков полномочной полиции, он обязан осуществлять обход административного участка. При обходе административного участка, он, как и ранее было озвучено, он общается со старшими по домам, по домам, общается с другими представителями жилого сектора, выясняет, где живут одинокие пенсионеры, престарелые граждане, и, соответственно, дополнительно выходит на этот адрес их проживания и разъясняет им о существовании вот этих вот мошеннических действий, вручает... Рассказывает схемы, вручает памятки. Также во время профилактического обхода он и старшим по домам вручает памятки для дальнейшего распространения по другим жителям. На территории вашего района были заксированы такие случаи, когда к вам лично приходили и обращались? Либо это все-таки полиция, а не участковая? Да, было. Было. Так, ну что же, 1 ноября стартует заключительный этап всероссийского конкурса «Народный участковый» 2023 года. То есть, чего начали, тем и заканчиваем наш эфир. Да, я думаю, что вас обязательно поддержат. А скажите, где еще можно и самое главное, почему проголосовать за вашу кандидатуру? Ну, смотрите, проголосовать за мою кандидатуру можно будет на сайте Главного управления Министерства внутренних дел по Самарской области. А проголосовать нужно будет у меня, потому что я помогаю гражданам и стремлюсь это делать. Я всегда на связи. Кто меня знает, так и скажет, что Виталий Вячеславович всегда поможет, он всегда ответственный. Все, что он обещает, он делает. Ну что же, спасибо вам большое за участие в программе. В конце традиционно я хочу предоставить заключительное слово. Константин, что бы вы хотели пожелать жителям города Самары? Ну, жителям города Самары я хочу пожелать, чтобы они были бдительны, потому что вопрос о мошеннических действиях, связанный с телефонией, интернет, очень остро сейчас состоит. Будьте бдительны, ну и будьте здоровы. Виталий. Ну, а я хочу пожелать о том, что если каждый гражданин будет помогать сотрудникам полиции и будет выполнять свой гражданский долг, то на улицах у нас станет намного безопаснее. И что у нас на улицах станет намного безопаснее. Ну что же, благодарю вас еще раз. Вам, конечно же, желаю победы, вам удачи в вашей работе. Спасибо, всего хорошего. Ну и будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.